Я Сергей Никольский, я рассказываю про голландскую живопись Золотого века, и это третье видео про Вермеера. В первом видео было, что про Вермеера думали, и самое главное, что про него выдумывали. Во втором, как Вермеер делал мир реальнее, чем он на самом деле. И здесь будет несколько маленьких рассказов о нём. Сначала про Вермеера и других художников, посмотреть на его живопись и сравнить с другими картинами. Говорить, что картины Вермеера лучше, чем картины его современников, не так и справедливо, потому что задачи у художников были разные. Ясно, что тот художник, который писал одну картину в день, дешёвую картину, не мог работать с натурой так, как Вермеер, который писал две или три картины в год. И качество живопись Вермеера, то, чего он добивался, превосходный рисунок, выберенная композиция, свет, работа с воздушной средой, пространство. Всё это было в Голландии, но не то, что не нужно, но это не было особенно востребовано. Никто не соглашался платить за это добавочную цену. И это не потому, что голландцы такая злокозненная нация, которая люба унижать гения и которая ничего не понимает в живописи. Нет, просто в разные времена в живописи ценится разное. В 17 веке голландцы любили в живописи, в картинах, сюжет, большое количество фигур, много деталей и тщательность. Что-то у Вермеера было, а чего-то у Вермеера не было. Когда времена менялись, в живописи любили другое. Например, когда дошла звезда передвижников, то там тоже стал цениться сюжет, но особый сюжет, русский сюжет. Чтобы там были русские пейзажи, русские типы людские, чтобы там была русская история, а не какая-то античная или библейская. В начале 20 века в живописи ценились экспериментаторы. Если художник даже не умел рисовать, но дерзал, ну и если он еще, конечно же, дружил с критиками, то тогда он мог стать классиком. Сейчас, в наше время, эксперименты надоели, и главным считается спровоцировать зрителя хоть на какую-то реакцию. Неважно на какую, можно даже на рвотные позывы. Тоже хорошо, тоже сгодится. Так вот, та живопись, которой Вермеер занимался в 17 веке, нам понравилась где-то с конца 19 века. А до того она никому не мешала и никого особенно не восхищала. Но при этом надо помнить, что Вермеер был не каким-то марсианином, который прилетел на Землю и стал писать картины, которые должны были понравиться только через 200 лет. Нет. Он был голландцем, у него были коллеги, и они писали во многом одно и то же. И вот здесь я хочу показать, как Вермеер от них отличается, в какую сторону он сделал шаг или шажок, так что оказался впереди всех. И те, кто писал по-другому, я стыдить не буду. И их живопись я сравню с двумя картинами Вермеера. Это астроном и географ. Вот они. Я приведу картины других голландцев со сходными композициями. То есть однофигурная композиция в интерьере. И там будут или ученые, или алхимики, а не, допустим, отшельники или просто дамы и господа, потому что у ученых, у всех ученых более или менее те же самые атрибуты, а у дам, например, выписывали шелка. И нам для сравнения это не так уж и подходит. Но сначала о целях голландских художников. Для голландского художника самым главным было заработать деньги. Кажется, как-то неудобно, потому что где же тут музыка, где же тут вдохновение – на самом деле в 17 веке живопись – это все еще ремесло. Я к этому буду еще много раз возвращаться. И это важно, потому что то, что это ремесло, определяет, как картина создается и как она построена. Чтобы увериться, что это ремесло, можно посмотреть на цены картин тогда и сейчас. Обычная картина в 17 веке стоила 10 гульденов. Примбрандт за свой ночной дозор получил 1600 гульденов. Хотя точно неизвестно, сколько, но это правдоподобная цена, с которой большинство ученых соглашаются. Но вот не картина. Вот 20 жемчужин Амалии ван Солмс, жены принца Аранского. Я показываю здесь эскиз украшений, которые торговец представил своей клиентке. И вот эти 20 жемчужин стоили 30 тысяч гульденов. А каждая из жемчужных сережек стоила по 3 тысячи гульденов. То есть весь набор стоил 36 тысяч гульденов. Вы помните, что картина стоила 10 гульденов. Знаменитый бриллиант Бусан Си, который купил принц Аранский Фридрик Генрих, стоил 80 тысяч гульденов. А купил он его по одной простой причине. Принцы, они не короли. И вот чтобы это худородство как-то замаскировать, он решил совершить королевскую трату. И купил вот этот бриллиант за колоссальную сумму. Так вот, сейчас, когда искусство считается чем-то не из этого мира, чем-то божественным, никакое ювелирное украшение по цене не сможет сравниться с картиной «Знаменосец кисти Рембранта», которую в этом году голландский музей, реальский музей, разумеется, купил за 175 миллионов евро. А в 2012 году тот же самый бриллиант Бусан Си, про который шла речь, продали за 9 миллионов 700 тысяч долларов. Сравните цены. Бриллиант и Рембранта. Нечто божественное и нечто очень дорогое, но всё же земное. Причём цены на современное искусство, концептуальное или любую другую ерунду, тоже очень высоки. Это тоже десятки или сотни миллионов долларов. Вот, например, Баския. И это 110 миллионов долларов. В 17 веке такого не было. Поэт мог быть любимцем богов, а художника ещё нет. Поэтому картина была что-то вроде мебели. Мебель может быть дешёвая, может быть очень дорогая. В любом случае она будет в рамках здравого смысла. И голландские покупатели, голландские заказчики, голландские любители искусства это прекрасно знали. Живопись тогда была дешёвым украшением для дома. И так как она была дешёвым украшением для дома, это во многом определяло, как художник её писал. Картина должна была быть экономически выгодна. Мало работы и приемлемая цена. Как этого добивались? Голландский художник старался работать как можно меньше, причём создавать эффект чего-то дорогого. Он должен был создать иллюзию, что затрачено много труда, наполнить картину деталями, которые ценились и оплачивались. Для того были свои методы. Например, писали по коричневому фону. И вот, к примеру, такая работа. А что такой фон даёт? А он автоматически организует картину в единое целое. И создаёт иллюзию законченности средних тонов. Посмотрите, как удобно. Можно написать лишь тёмные тени и света, а всё другое чуть-чуть очертить, тронуть краской еле-еле, и картина будет быстро готова. Это работа неизвестного художника, учёный в своём кабинете. Совсем небольшая работка, 37 на 300 сантиметров, и прописаны тут только белые листы бумаги, лицо учёного, а одежда тёмная уже поменьше, уже ленивее. А остальное, как я и сказал, быстрый рисунок, тёмно-коричневый по средне-коричневому. Ни о какой перспективе художник не заботился. Можно посмотреть на неправильно сокращающиеся доски, быстро прочерченные, раз, два, три. Это и есть голландская живопись. Быстро исполненная, дешёвая, украшает дом. От Вермеера такая живопись отстоит на тысячу километров. Другая картина, чуть подороже, но тоже обманывающая зрителя. Вот как удешевляли производство подобных картин. Центральную, или самую важную часть картины прописывали подробно, с любовью, а остальное писалось левой ногой. Но наш глаз так устроен, что если ключевые фрагменты закончены, то вся картина воспринимается дорогой и проработанной. Это метод Рембрандта. Так писал он, так писали его ученики. Вообще не только они. Все художники, которые промышленно производили искусство, дометьте, промышленно производившие, они в результате пришли вот к этой формуле. Тут показано больше деталей, много больше. Смотрите, есть даже блик на лбу. И художник взял приемы и технику Рембрандта. И Рембрандта когда-то считали автором. Вообще у картины было 8 авторов различных. Сейчас считается, что это Фердинанд Бо, ученик Рембрандта, но никаких причин и резонов на такую атрибуцию нет. И вот на картине из фирменного рембрандтовского набора деталей блеск на шелковом поясе, красные бархатные рукава, меховая опушка и прописанная пролессированная белая рубаха. Это как раз иллюзия очень длительной работы. На картине на самом деле есть тщательные места, зато 70% холста – это тени, 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 а там труда гораздо меньше. Или почти нет. Поэтому-то и был у Рембрандта такой финансовый успех. Поэтому к нему шла толпа учеников научиться. И, кстати, научились. И если сравнить с Вермеером, то эта живопись – черная и фрагментарная. Кстати, фрагментарная тоже может быть хорошо, если не слишком этим злоупотреблять. А у Вермеера же свет. И целая картина продумана. И вся она прописана. И у него работает вся поверхность холста, а не только центральная часть. Мы тут сравниваем картины Вермеера с другими живописцами. На этот раз фламандский художник Давид Теннерс-младший, который был необычайно популярен, необычайно влиятелен и любим королями. Что может быть лучше? Вот его картина с алхимиком. Деталей тут больше. Света тут больше. Хотя картина и серая, но не черная. Обратите внимание, натюрморт, руки, лицо прописаны. Они довольно грубо прописаны, но все равно. Если взглянуть полсекунды, то говорят, а, картина сделана. Но вот скатерть тронута еле-еле. Там видны следы кисти и вообще просвечивает грунт. Словно художнику надоело работать. Здесь та же самая частичная законченность и огромная экономность в работе. Художник должен производить быстро и продавать быстро. А иначе смерть от голода. Что, в общем-то, и случилось с Вермеером. Но была в Голландии и полная законченность картин. И это были лейденские искусники или, как их называют по-нидерландски, файнсхилдерс. Одновоположником этой школы был Герри Доу, ученик Рембрандта. И вся фишка состояла в том, что на каждую небольшую картину, где была одна-две фигуры, не больше, чаще всего одна, затрачивалось феноменальное количество труда. Там было огромное количество деталей и картины были похожи на кукольные домики, где было всего понатыканное, что было мелкое-мелкое-мелкое-мелкое. И вот такая картина с миллионом занятностей. Но вы спросите, а как же с экономией усилия и получением должного гонорара? С этим все обстояло прекрасно. Герри Доу требовал 6 гульденов в час за свою работу. В то время как труд каменщика, например, или другого квалифицированного рабочего оценивался в 1 гульден в день. Да, всего 1 гульден за целый день. А Доу 6 гульденов в час. Подражатели Доу, конечно, получали меньше, но тоже были не бедны. Так что с вознаграждением все было в порядке. Картина, которую я показываю, из Эдинбурга, из Национальной галереи Шотландии, называется «Молодой скрипач». Картина очень маленькая, 32 на 23 сантиметра. И вот фрагмент. Смотрите, осыпавшаяся штукатурка, кирпичная окладка, масса деталей, страницы книги вытеканы идеально, жаровны, и везде блики, тени, материальность, знакомые трещины на окнах, соломенная корзина, фактура оловой глины, знакомая люстра. Цены на небольшие картины леденских искусников были колоссальны. До Герета Доу подобного не было. Это вообще казалось чудом. Это он заставил покупателей признать, что небольшая картина может быть драгоценностью. Это как раз путь в нужном направлении, когда картина становится дорогой не потому, что там 100 персонажей. Вермиер работал как раз для того же самого сектора рынка, но у него сводить концы с концами не получалось. И все потому, что он, кроме тщательности, кроме деталей, писал еще свет, пространство, заботился о композиции, заботился о рисунке. А это для голландцев было факультативно. За это никто не готов был раскошелиться. А именно поэтому Вермиер писал так долго, поэтому у него было так мало картин, а для успеха мало картин – это беда. Картины Герета Доу очень нравились публике до середины 19 века, а потом профессионалы к нему охладели. Герета Доу художникам не нравится это фармацевтическо-бухгалтерское отношение к натуре, когда все аккуратно перечисляется. Следующая картина художника из Харлема Томаса Вяйка, который штамповал одну картину за другой и написал очень много алхимиков и ученых. Вот его картина «Ученый» из Хальвульского музея в Стокгольме. Небольшая картина – 33 на 31 сантиметр. Тут все цветное, коричневого мало, все лихо прописано, и даже попытка показать пространство со светом. Но-но-но-но. Весь холст заполнен вещами и вещицами, но не потому, что это хорошо для композиции и имеет какой-то смысл, а потому, что чем их больше, тем больше платят. Обратите внимание на предметы. Вот большой фрагмент. Предметы обведены коричневой линией. Кутурник не живо пишет, а закрашивает контуры. И это сразу же снижает накал, красоту и выверенность. Когда главное – это показать предметы, то можно и не показывать воздушную среду, то можно не смотреть, а что там на самом деле. Потому что это, конечно же, не на самом деле. Это полностью придуманный интерьер. А Вермея работал с пятном и никогда не закрашивал контуры. Приведу географа еще раз. Были ли художники, которые работали похоже на Вермея? Были, но немного и частично. Вот картина Габриэля Метсио из Национальной галереи Ирландии, из Дублина. Молодой кавалер пишет письмо. Это более или менее тот же самый размер, что и у астронома. Похоже еще направление света. Вон виден глобус. Вообще положение героя и пропорции его по отношению к плоскости холста тоже похоже. Это одна из самых лучших картин Метсио. Метсио был самостоятельный художник и лучшие его работы вполне держат уровень. И вот еще один художник, похожий на Вермея, художник из Делфта. А мы помним, что Вермея сам из Делфта. И художника этого звали Корнелис де Манн. Корнелис де Манн коричневой краской не злоупотреблял. Вот его ученый. Тот же самый угол комнаты с окном. Ну, правда, это было у всех. На ученом такая же, как и у Вермея, одежда. Это японские халаты, которые стали модными в конце 17 века, во второй половине 17 века. Это шелковый халат, часто теплого цвета. Корнелис де Манн отличался от других голландцев. Он был не темным. Он писал свет и пространство. Но если сравнивать его с Вермея, то он сухой. Такой вылизанный, по линейке, аккуратненький. И у Корнелиса де Манна такое старательное изображение, согласно принятому решению. А не то, что он постоянно смотрел на натуру, чего-то искал и писал то, что увидел. Нет, нет, нет. Опять-таки это все из головы и без натуры. Так в чем главное отличие Вермея и вот его картины от приведенных тут художников? Ответ прост. Вермея писал с натуры. Да, он натуру изменял, как я рассказывал в прошлом видео. Но это лишь делало картины еще более реалистичными. А другие, другие от натуры отталкивались, но не смотрели на нее постоянно. Вермея писал свет, цвет и пространство. Картина его – это живопись, а не закрашенный контур. И еще он не спешил. Да, к нашему счастью, к своему собственному горю, он писал слишком медленно, слишком умно, продуманно. Теперь надо сказать про атрибуции картин Вермееров, вернее, псевдо-Вермееров. Кажется это курьезом, но получилось так, потому что мы воспринимаем искусство через множество фильтров. И один из фильтров – это имя гения. Биографии великих живописцев болят в одном и том же месте. Слишком много чужих картин им приписывают. Атрибуции они подобны неверным мужьям или женам, которые гуляют от одного художника к другому. Сегодня это Рембрандт, завтра это Вермеер, потом это еще кто-нибудь. И не только слепота любителей искусства и преклонение перед гениальностью тому виной. Просто наш образ художника, любого художника, возникает не сразу и постоянно изменяется. Как это ни странно звучит. Изменяется от века к веку. Я уже когда-то говорил про Джорджоне, которому каждый век приписывал разные работы, и всегда его считали гением. То же самое происходило с Рембрандтом, то же самое происходило со многими другими гениями, и в том числе с Вернеером. Я здесь покажу не только работы, которые были мейнстримно признаны всеми учеными, но просто работы, которые где-то кто-то когда-то считал Вернеерами. Мне кажется, это интересно. И сначала будет знаменитый Туфил Туре, который и открыл Вернеера. Ему излишний энтузиазм, ему можно простить. Все-таки он был первопроходец, ему было не до тонкостей. Итак, первый каталог Вернеера, написанный Туре, с которого и пошла слава. И этот каталог открывала картина Якобуса Врела на первой странице. Вообще, множество картин Якобуса Врела приписывались Вернееру сначала, причем подписи Врела, которые там были, они никого не смущали. На картины редко кто-то смотрит, потому что, когда все знают, что это гений, все приходят в такое возбуждение, что уже не до живописи. Вот еще один Врел из коллекции Туре, тоже он считался Вернеером. Приведу еще одну неправильную атрибуцию Туре, за которую его все клюют. Вообще, у него неправильных было около 50. Но эта картина написана в 1800 году, более чем через 100 лет после Вернеера. Картина Дирка Яна Вандерлана, художника конца 18-го, начала 19-го века. Тут и сама манера конца 18-го века. И наверняка это и привлекло Туре. Мол, как необычно написано для 17-го века. Ах, какой Вернеер был гениальный художник. Теперь портрет из галереи в Будапеште. Он сначала считался Рембрандтом, потом долго в эксподите, с конца 19-го века до конца 60-х годов, 20-го века, был Вернеером. Когда его никто уже Вернеером не считал, то ему нашли нового отца, смутно неопределенного Вильяма Дрозта. Ему приписывают много непонятных работ, которые трудно куда-то определить. А сейчас работу убрали в запасник, в глаз подальше, потому что кому она нужна, если это не Рембрандт и не Вернеер? Я говорил, что нам нужно имя, а сама живопись никому не интересна. Так, теперь рисунок. Йоханн Фервер. Вообще от Вернеера не дошло ни одного рисунка. Какими судьбами? Почему? А дело в том, что подпись Йоханн Фервер довольно-таки похожа на Йоханнес Фермер. Ну, так вот, эту подпись прочли слишком заинтересованно и подумали, ну, конечно же, Вернеер, просто правильно подписался, ну, наверное, поторопился. Сейчас в Британском музее атрибуция правильная. Йоханн Фервер. Следующая картина. Она была Вернеером, хотя многие и возражали, с 1934 по 1967 год. Ну, 33 года. Тогда она называлась «Портрет Симона Деккера», считалась Вернеером из-за подписи монограммы, которую неправильно прочли. Сейчас картина считается портретом Адриана Ван де Вельда кисти неизвестного художника. Следующая – это «Купание». Авторы «Купания» предлагали массу авторов – Фервилта, Экхауда, Схалкина, Хокстраттена, Вернеера, Бисхопа, неизвестного художника Дордрехтской школы и Юстуса де Гельдера. Сейчас картина кисти Николаса Масса. Ну, естественно, высосана из пальца. Мейнстримным Вернеером картина никогда не была. Но завораживает мысль, что кто-то здесь увидел Вернеера, живопись Вернеера. А теперь не картина 17 века, а теперь «Подделка». Из «Метрополита», между прочим. Ее объявил однажды Вернеером сам Хокстраттен де Грод. Один из основателей голландской истории искусств. Составитель первых полных каталогов голландской живописи. К сожалению, и замечательным искусствоведам иногда нужны деньги. И вот Хокстраттен де Грод давал нужные атрибуции, если того хотели богатые и готовые платить за консультацию коллекционеры и дилеры. По приведенной тут живописи можно понять, что образ Вернеера как художника сложился не сразу, а сначала дрыгался, как неустоявшаяся картинка на мониторе. Скандал с подделкой Ивана Мегерена, в общем-то, был довольно обычным, нормальным. Так всегда бывает, когда мы знаем мало про художника, то ему стараются приписать и то, и это. Главное в скандале было, что замешан был Абрахам Бредиус, великий искусствовед, и вот такой позор. И вообще, каждые четверть века Вернееру стараются приписать одну-другую работу. И вот один из недавних примеров. Это одна из трех почти идентичных святых проксет, оригинал кисти Феличи Фикерелли, а вот кто и сделал копии. И вот одну из этих копий попытался сделать Вернеером Артур Вилок-младший, куратор североевропейской живописи Национальной галереи в Вашингтоне, про которого я рассказывал в первом видео, на огромной выставке Вернеера в 1995-1996 годах он воспользовался своей властью и выставил эту картину как Вернеер. Думать, что это Вернеер, нету никаких оснований. Все резоны Вилока, которые он приводил, оказались несостоятельными. Есть еще одна картина, новый Вернеер из леденской коллекции. А вот эта картина, судя по всему, Вернеер. Она известна с 1904 года, и она постепенно начала набирать имя. И вскоре она стала Вернеером. Почти. В 1948 году, когда разразился скандал с Ван Мегереном, все начали открещиваться от Вернееров. Все искусствоведы, все ученые. Картина перестала быть Вернеером, но потом снова началось движение в сторону гениальности. Надо сказать, что картину эту стали исследовать в общем-то совсем недавно. Все битвы, это Вернеер или нет, они были до того, как на нее стали пристально смотреть. И вот в результате последних исследований выяснилось, что все-таки да, скорее всего, это настоящий Вернеер. Краски тут идентичны набору красок Вернеера, а кроме того, основа, холст, на которой была написана картина, тоже как у Вернеера. Но об этом я скажу чуть позже. А теперь будет про сумасшествие. Всем известно, что если кто-то думает, что у него в коллекции, в музее или в частной коллекции находится Рембранд, Леонардо или Вермеер, то такого человека переубедить, что это нечто другое, просто невозможно. Я тут расскажу о Дирке Ханима. Вот он, директоре музея Бойманс, который купил за 520 тысяч гульденов по совету самого Абрахама Брэвиуса знаменитую фальшивку Ван Нейгерена. Саму историю я рассказывать не буду, потому что она и википедии где угодно, любители копипасты ее бесконечно множат, а вот про Дирка Ханима знают не все. Дирк Ханима возглавил Бойманс в возрасте 26 лет. Кроме средней школы у него не было никакого образования, хотя он и ставил потом перед своим именем почетная доктор Ханима. Но ни доктората, ни магистратуры, ни бакалавриата у него не было. Получил он место из-за связей своей мамы. Ну, какая хорошая мама. А она водила знакомство с тем же самым Абрахамом Брэдиусом, который был главным человеком в искусствоведении перед Второй мировой войной. И она пила с ним вместе чай. Брэдиусу же нужен был слабый директор музея. Директор музея в собственном кармане. И вот он помог недоучке и сыну хорошей знакомой. После войны на Ханиму посыпались неудачи. Вскрылась афера Ван Мейгерена. Кстати, то, что это подделка Ханима никогда не признал. А кроме того, Ханима, который был по воззрениям национал-социалист и водил большую дружбу с немцами, с немецкими нацистами, должен был уйти с поста начальника музея и также отсидел полтора года в исправительном лагере. Однако состояние Ханима никто не тронул. Он по-прежнему был феноменально богат. Он собирал разношерстную коллекцию картин, очень много картин. Он покупал и продавал замки, где показывал свою коллекцию. Но все-таки после этой подделки Ван Мейгерена, которую он купил для музея, сознание его помутилось. И он сошел с ума. и навязчивой идеей для него стал как раз Вермеер. Он стал считать Вермеерами массу других картин. Каждые несколько лет он находил Вермеера на свои деньги. Он издавал цветные брошюры, где научным способом доказывал, что это Вермеер. Вот, например, такая брошюра. И там, видите, доктор Ханима стоит. Очень удобно жить в Голландии, потому что у букиниста случайно можно купить за несколько центов вот такую книжку, которую больше нигде не купишь. И вот у Ханима в коллекции, как он считал, было целых семь Вермееров. Причем он находил Вермееров все время. Вот в этой книжечке всего шесть, а потом он нашел еще одного. Он устраивал выставки этих Вермееров в своем музее. Он приглашал других коллекционеров, таких же сумасшедших, у которых были их собственные Вермеера, выставить их коллекцию в своем музее. Все Вермееры собирались вместе. Я покажу несколько этих смехотворных Вермееров из коллекции Ханима, просто нельзя их обойти молчанием. Вот натюрморт с рыбой на блюде. Ханима сначала приписывал эту картину Рембранту, потом Гоя, вдруг решил, что это испанская школа, потом Фабрициусу и, наконец, Вермееру. Надо было где-то остановиться, и он остановился на Вермеере. То есть, абсолютно безумный человек. Я думаю, что Вермеером эта рыба стала из-за отблеска на чешуе. Вермеер писал свет, и тут, ох, тут тоже отблеск. Ну, конечно же, это Вермеер. Вот еще одна картина «Добрый и злой разбойник». Ханима считал себя искусствоведом и давал датировки сам, и с этой датировкой он промазал на 45 лет. Он сказал, что это Вермеер 1655 года, а оказалось, что это Абрахам Янсенс. Картина 1611 года. Надо сказать, что в Голландии к Дирку Ханима до сих пор относится с теплотой, потому что это власть, а в Голландии очень любят власти. Любил нацистов, ну и что, вся страна сотрудничала с нацистами, ничего особенного. И тут я не могу даже сказать, что все это случилось потому, что у Дирка Ханима не было никакого образования. У Дирка Ханима не было. Однако же в то же самое время у директора Реакет-ньюзиума было. Специалист по графике 17 века Макс Дитмархенкель, который был директором Реакет-ньюзиума в 1943 году купил за 1 миллион 300 тысяч гульденов другую подделку Мейгерена. Причем эту картину признал подлинно и другой специалист, который был консерватором в Марицхесе, Девайл. Для него это тоже был подлинный вермейер. Тут еще надо вспомнить, что в то же самое время, во время войны в Голландии было продано несколько фальшивых вам Мейгеренов, как вермейеров. Две были куплены более чем за миллион гульденов. Да, где-то идет война, вот мы покупаем вермейеров, другие были проданы за сотни тысяч гульденов, и все это не потому, что люди не хотели покупать настоящее искусство. Нет, просто когда речь идет о гении, то люди становятся слепы. Тут надо упомянуть, что есть еще одно сумасшествие, в общем-то, даже не сумасшествие, а мечта, когда люди хотят увидеть всех вермейеров, которые сохранились до наших дней. Ну, такой вид сумасшествия, мне кажется, вполне приемлемым. А теперь про то, что мы не знаем. Все эти выдумки про вермейера, о которых было в первом видео, все эти неправильные атрибуции, они не случайны. На самом деле про вермейера мы знаем очень мало. И знали бы еще меньше, если бы не этот человек, Майкл Монтиерс. Он родился во Франции, в еврейской семье, убежал от нацистов, и в Америке он стал экономистом. Экономистом по социалистическим странам, по Румынии и Польше, и где-то в 40 лет он вдруг увлекся историей искусств. И тут случилось удивительное, потому что он стал не просто хорошим искусствоведом, он стал замечательным искусствоведом. Если бы не он, то мы все бы еще называли художника дельским сфиксом. Но Майкл Монтиерс сделал то, что обычно историки не делают. он пошел в архивы и стал там работать. И нашел много документов про семью Увермейера и про его клиентов. До Монтиерса ученые часто пользовались только девятью томами Брэдиуса и больше ничем. Брэдиус издал девять томов документов в начале века. Он на самом деле был замечательным искусствоведом. Вообще же Монтиерс дал толчок исследованию рынка картин. Только после него ученые стали думать а что хотели покупатели а как это повлияло на творчество сейчас это называется творчеством на работу художников. Монтиерс за его исследование большое спасибо. И здесь надо сказать еще про исследование и выставку. Исследования Вермеера продолжаются. В 2017 году опубликована важная работа где сравнивали холсты на которых написаны картины Вермеера. Казалось бы что тут важно. А дело в том что здесь использовали компьютер и использовали его очень умно. Был сделан скан всех нитей которые были на картинах Вермеера. Все эти нити были опознаны компьютерной программой и квалифицированы по плотности по толщине по разным другим параметрам. Каждая нить после этого была окрашена компьютерной программой тот или иной цвет в зависимости от этих параметров про которые я говорил. И вот эти цвета могла опознать уже другая компьютерная программа которая искала не является ли один холст продолжением другого. И вот пример с двумя картинами и видно как они располагались на одном полотне и как совпадают и продолжаются нити основы и выяснилось что на одном большом холсте вермейер загрунтовал основы для будущих картин вырезал подготовленные и загрунтованные части холста оставляя небольшие полоски незагрунтованной ткани для закрепления и вот такой пример этих полосок и вот другой пример с холстом на котором был подготовлен грунт для уже многих картин и они были оттуда вырезаны и вот эти-то исследования сняли все вопросы о подлинности нескольких картин например люднистка и Дмитрополитен были про нее сомнения или девушка из лейденской коллекции которая оказалась сделана на том же холсте что и луврская картина вот они это хорошее и остроумное исследование большие молодцы если не бросать все силы на доказательство что копию с фикерелли написал вермейр то может получиться что-то дельное а теперь о выставке в следующем году готовится самая большая выставка вермейра из всех какие были обещают целых 27 вермейров там и каждой выставке всегда проводится новое исследование картин каждой серьезной выставки и вот 8 сентября 2022 года были опубликованы первые результаты вот молочница а вот особая инфракрасная фотография я говорил что за молочницей прочитывается что-то но непонятно что думали что это может быть карта что это может быть камин и вот сейчас выяснилось что это подставка для посуды и на этой фотографии она проступила так что будем ждать выставку и будем ждать новый каталог и здесь я заканчиваю рассказ про вермира спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание